Великое чилийское землетрясение, сильнейшее землетрясение в истории наблюдения, магнитуда по разным оценкам, 9,3 до 9,5, произошло 22 мая 1960 года в 19.11 по часовому поясу UTC в Чили. Эпицентр располагался возле города Вальдивия в 435 километрах южнее Сантьяго. Волны возникшего цунами достигали высоты 10 метров и нанесли значительный ущерб городу Хилана Гавайях примерно в 10 тысячах километрах от эпицентра. Остатки цунами достигли даже берегов Японии и Филиппин. Сильные толчки потрясли территорию в 200 тысяч квадратных километров. Главный удар с магнитудой по шкале Кономарии 9,5 и серии афтершоков унесли жизни более 5700 человек и оставили без крова еще 100 тысяч. Уничтожено около 20% промышленного потенциала Чили. После основного толчка серия более слабых землетрясений прокатилась по территории Чили вплоть до огненной земли. Непрекращающимися землетрясениями, извержениями вулканов и гигантскими цунами была опустошена более 100 тысяч квадратных километров в сельской местности Вандах. Города Консепсьон в Альдиве Ассорной и Пуэрте-Монт были почти полностью разрушены. Вскоре после главного толчка начался отлив, сменившийся перемещающимся со скоростью в около 800 километров в час цунами. Оно обрушилось на прибрежную линию Чили с высотой волны около 10 метров и сравняло с землей рыбацкие деревушки Аноут, Лебу и Квелин. Ряд мелких прибрежных городков и поселений в Чили были полностью уничтожены. Были смыты все строения и дорожные покрытия в Пуэрто-Со, Айведра и Пуэрте-Монт, а часть домов была отброшена вглубь материка на 3 километра. Отхлынув, волна двинулась в противоположном направлении и с почти той же разрушительной силой ударила в берег Японии. Здесь от цунами погибло 150 человек, было разрушено 6000 и затоплено 40 тысяч зданий. Спустя 15 часов после землетрясения цунами достигла гавани Хилла, пройдя путь в 10 тысяч километров со скоростью в около 700 километров в час. Затем волна цунами обрушилась на Калифорнию, удаленную от Чили на 17 тысяч километров. Количество жертв составило около 6000 человек, причем основная часть людей погибла от цунами. Ущерб в ценах 1960 года составил около полмиллиарда долларов. Анализам сейсмоданных от землетрясения удалось экспериментально обнаружить астиносферу.